Кировская молодежь готовится изменить регион. Сегодня уже в седьмой раз сформировался молодежный парламент области. В его ряды вступили 50 активных и инициативных молодых людей. Студенты, рабочие и просто неравнодушные люди, которые готовы на общественных началах стараться на благо региона. Кто получил право попробовать себя в роли законотворца, узнала Елизавета Халикова. Меня зовут Перешаин Александр Викторович. Учусь я на финансовом... Как это даже вам правильно это сказать? С такой речью предстояло выступить всем, кто претендовал на должность председателя молодежного парламента области. В эту структуру Марина Ковальчук попала впервые, хотя политикой девушка заинтересовалась еще в студенческие годы, больше восьми лет назад. Говорит, именно молодые люди, такие как члены молодежного парламента, способны увидеть причины проблем в регионе и найти пути их решения. Это именно выборный орган, и он как бы совещательный. То есть за нами будут закоплены депутаты, и мы уже будем высказывать свою точку зрения и, соответственно, доносить ее. Также у нас будет выбран председатель, соответственно, раз сегодня не получилось, в следующий раз перенесено, и уже через него. Будем выдвигать конкретные проекты, и думаю, что в дальнейшем будем продвигать их. Все 50 членов молодежного парламента – беспартийные помощники и представители депутатов законодательного собрания. В этом и состоит основное отличие нынешнего созыва молодых парламентариев от предыдущих. Прошлый парламент почему у нас не получился? Потому что он был партийный. И все партии предложили своих, и они там, значит, на почве вот этой партийной, значит, принадлежности просто не могли договориться. И получилось вот как у нас копия молодежный парламент, получилась копия нашего законодательного собрания. Новая структура, считают законотворцы, может стать путевкой в жизнь для молодых. Яркий пример тому бывший член молодежного правительства Анна Михеева. Сейчас девушка помогает главному федеральному инспектору по Кировской области. А пять лет назад, наряду с чиновниками областными, пыталась исполнять законы, написанные в парламенте. Помимо молодежного правительства я еще училась в Малой Академии Госуправления. Это тоже, скажем так, активность моя общественная проявлялась. И уже когда я заканчивала свой вуз, закончила параллельно Малую Академию, которая реализована в проект по инициативе полномочной представители президента, я уже получила рекомендательное письмо от полпреда. Я получила в рамках молодежного правительства опыт работы с органами исполнительной власти и проблем в трудоустройстве у меня не было. О трудоустройстве члены нового молодежного парламента пока не задумываются. В ближайшее время им предстоит выбрать председателя и подумать над сферой, которая нуждается в новых законах. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.